Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Николай Васильевич, скажите, пожалуйста, сколько лет вы в игре? Четыре, пятый. Пятый год. Ну, то есть уже такой человек опытный. С опытом, да. Наверняка. С опытом, да. Был когда-нибудь такой момент, что вы думали, ну что, уже столько лет, уже играю, ничего. Вы ничего же не выигрывали? Никаких не было даже мелких? Нет, нет. Первый приз. Первый приз. Ну, зато как. Вы можете... Подожди, он мне не ответил на вопрос, Николай Васильевич. Не было такого, что, ну все, наверное, уже не попаду я в когорту счастливчиков, уже пятый год идет. Да было. Ежедневно, ежечасно. Но надеялись, ждали, верили. Вы можете сейчас вспомнить события того дня? Могу. Давайте. Ну, день, как обычно. Полдня я занимался своей работой. Я знал, что будет розыгрыш вечером. Примерно, потому что часто играю, и розыгрыш по деньгам, которые оставались, будет ближе к вечеру. Ну, приехав домой, потому что радио играет у меня постоянно в автомобиле. Ну, приобрел новенький телефон сенсорный. Чтобы все было наготове, да? Да, да, да. С наушники. Ну, жена. Ну, подъехали домой, жена осталась в спальне большой, а маленькой. Как раз шел футбол. Спартак, факел. Ваша команда валялись за факел. Ну, естественно. Ну, естественно, за факел, потому что я очень переживал. Так. Факел проверил 3-0. И уже розыгрыш денежный подходил к концу. И я в разочаровании. И хотел даже вообще не слушать. Потому что факел проиграл. Ну, да, да, да. Понятно. Ну, думаю, да. А вдруг удача? И тут слышите цифры. Цифры были шокированные. Тем более, по-моему, вы их произнесли. Ну, конечно, да. Напомните, как у вас заканчивается телефон. Телефон заканчивается цифрами 1-2-3-4. 1-2-3-4, да. Еще и красивая комбинация. Да, и вы сказали, что такой клевый номер. Да. Ну, я вздрогнул. Ну, ведь он был в течение трех лет. Такой номер уже. Но только первая цифра не мои. Ну, я просто продолжаю смотреть футбол. Он уже заканчивается. Я нервничаю и здесь. Звонок от вас. Я, конечно, в шоке сразу. Ну, ничего, не растерялись. Вы настолько уверены были в эфире? Нет, я дал несколько эт. Вы там заволновались, потому что я слушаю в наушках. Кто, о, человек не берет трубку. Наверное, говорит, опять. Я дал там выдержки немного. А мы волновались. Астротек. Ну, чтобы химп прошел. Так. Авторадио. Ну, потом. Ответил. То есть вы смотрите футбол без звука, а у вас играет, соответственно, авторадио? С звуком футбол и наушник один только. Понимаешь, Захар? Вот. И там, и сям. Очень грамотно. Долгие годы тренировки, понимаешь? Да, да, да. Очень грамотно. Мультиформатность вот эта вот. Так, Николай Васильевич, и вот мы объявили, что вы стали победителем. Ваши чувства, ваши эмоции. Это, значит, произошло, когда я назвал свое имя, и что из Воронежа подошла жена. Так. Я ей показываю... Два миллиона-то. Нет? Или не подходи. Нет, нет, нет. Она не верит. Угу. Это самое. Ну, потом, когда я назвал песню, а вы здесь зашумели... Ну, конечно. ...что это самое, тогда она немного поверила. А ну, тоже была слишком, ну, вспыльчива, и так до конца не верилась вообще-то. Слушайте, Николай Васильевич, ну, никому же не верилось, и ваши друзья над вами потрунивали, насколько мы знаем, и даже пытались разыграть, мол, звоним с авторадио, как-то был такой момент. Да, особенно однокурсники мои. Так. Какие? Ну, и что они теперь по этому поводу думают? Вы им позвонили после этого, нет? Или они сами начали? Нет, начали друзья сами звонить, потому что я не звонил никому вначале, потому что два дня был в этом самом, но еще и сам не верил. Угу. Так. Когда начали уже звонить, ну, документы, вот тогда только начало приходить сознание. Ясно. Друзья, сейчас установили гимн авторадио вместо гудков после того, что случилось? Ну, пока не установили, не хотят установить. Ага, вот когда вы уже приедете, соответственно, из нашей студии. Они сказали, пока мы не увидим, не услышим. Да, не услышим. В реальности мы не верим. Ну, что ж, замечательно. Здесь есть даже свидетель, ваша дочь Ольга, которая приехала вместе с вами. И, насколько я знаю, по поводу денег у вас же уже все распланировано, эти два миллиона, да? Все расписано, все поделено. На что они пойдут? Расскажите. Ну, это мы, так сказать, в горячах сообщили там это, что мы куда их потратим. Пока мы еще были в шоке, думаем, но на семейном совете, я думаю, мы распределим, решим и это самое. Ну, я сколько знаю, там часть внукам пойдет, а все остальное, по-моему, на ремонт, насколько я помню. Ну, дача, мы говорили. Дача, да, дача, да, дача, конечно. Ну, сейчас уже есть какие-то другие мысли. Да, 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 вполне возможно. Ну, что, давайте устроим эту красивую церемонию. Да, мы сделали специальный праздничный чек на 2 миллиона рублей для того, чтобы сейчас... Одной бумажкой. Одной бумажкой. Это не чек, это все-таки карта. Карта, да, огромная карта, которая вручается Николаю Васильевичу Сиворогову из города Воронежа. Подошибурные аплодисменты, Николаю Васильевичу. Это символично, это такая история, которую можно поставить дома, но, понятно, там все остальное вам по поводу конкретных денег вам рассказали. Спасибо огромное, Николай Васильевич. Еще раз поздравляю вас. Спасибо. Поздравляю. Ни в коем случае не удаляйте гимн авторадио. Пускай стоит, мало ли, он приносит удачу, причем и не один раз, так что вполне возможно мы с вами еще раз встретимся в эфире и увидимся. Все возможно. Ну что, дорогие друзья, берите пример вот с таких вот действительно замечательных людей, как Николай Васильевич Сиворогов из города Воронежа. Устанавливайте гимн авторадио. Еще много у нас денег, а, кстати, самое главное, то, что еще впереди квартира в Москве, это мы разыграем уже под Новый год, так что удача вполне возможно улыбнется и вам. Ну а Николаю Васильевичу счастливого пути и, естественно, новых побед. Поздравления наши, конечно. Спасибо большое. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова